Девушки отдыхают И, возможно, вам кажется, что она такая суперсерьезная бэклог И, честно вам скажу, после моего доклада вам не покажется, что это стало веселее Но вам может показаться, что теперь стало понятнее, как использовать бэклог для того, чтобы достигать реальных продуктовых целей В моей продуктовой практике я делала довольно много больших продуктов Для которых было большое количество возможностей развития Было безумное количество гипотез, но нужно было достигать метрики продукта Такими продуктами я могу назвать первую в мире социальную сеть, управляемую голосом Я ее запустила Также я создала первого голосового помощника в России на вебе Это Маруся в портале Mail.ru И из-под моей руки, так сказать, вышла также вкладка суперапа почты Mail.ru Это Маруся в почте Ну и так, для себя я еще читаю курсы в Geekbrains Автор некоторых курсов, люблю делиться своим опытом с коллегами, которые собираются зайти в профессию Соответственно, весь этот опыт, если его обобщить, научил меня, как нужно делать такой бэклог, чтобы достигать те цели, которые ты сам себе поставил И об этом мы сегодня и поговорим Но в первую очередь я бы хотела спросить у вас Было ли у вас так, что вы придумали какую-то классную фичу, но вы понятия не имеете, как она дернет метрики продукта? Было такое? Было А было ли, может быть, такое, что к вам спустился какой-то KPI Или вы, может быть, сами себе установили какую-то продуктовую цель И вам непонятно, ваш бэклог вообще помогает эту цель достигать или нет? Было такое? Вот сегодня мы об этом и поговорим Сегодня как раз ответим на вопрос, а что же делать, когда такие ситуации возникают? И первое, с чего я хочу начать, это с некоторого такого, знаете, дисклеймера, что глубинные интервью вам в этом вообще не помогут Мы как продукты вообще обожаем глубинные интервью Мы считаем, что это прекрасная мека для гипотез Что на самом деле, если ты не кастдевил 15 человек, а может быть 40, то ты, в принципе, и не работал Что твой бэклог не может прийти из космоса И нужно обязательно пойти к конкретным людям и спросить у них, что же они хотят Но в этом подходе есть очевидные проблемы Помимо рекрутинга, который мы сейчас не будем трогать А он тоже очень большой, серьезный и на это тратится очень много времени Есть еще такая проблема с тем, что мы обращаемся всегда к прошлому опыту пользователя Вот попробуйте прийти к пользователю в социальной сети ВКонтакте и спросить, какие проблемы этот пользователь испытывал за последнюю неделю Максимум, что человек вспомнит, это то, что он не нашел какую-то настройку в настройках, которая что-то там выключала или включала Понятно, что реализация такой фичи может повлиять на UX пользователя, но совершенно не повлияет на то, чтобы кардинально изменить метрики продукта и достичь какой-то продуктовой цели А теперь усложним задачу Представьте, что вы делаете какой-то качественно новый пользовательский опыт То есть вы делаете то, что пользователь в принципе никогда до этого не видел Например, голоса у помощника И в этот момент он вообще не может собраться и вспомнить ни пример аналогичной задачи, которую он решал Ни какой-то кейс, когда в принципе этот помощник мог бы быть ему полезен Потому что он понятия не имеет, как помощник работает и что он в принципе может уметь И, собственно, есть еще третья проблема, которая заключается в том, что вам нужно Найти очень много людей и проблемы в этих глубинных интервью должны повторяться И в каком-то моменте вам может показаться, что проблем на самом деле нет, потому что они не повторяются Или вам нужно потратить огромное количество времени на нахождение этих проблем Для продукта это, конечно, большая проблема Потому что, во-первых, глубинные интервью не дают вам достаточно инсайтов для того, чтобы найти ту самую проблему Которая при решении может дернуть вашу целевую метрику Во-вторых, эти гипотезы не находят количественного подтверждения Все, что вы находите на глубинных интервью, совершенно не факт, что являются массовой проблемой И действительно может повлиять на продукт И если вы запускаете что-то качественно новое У вас обычно нет какого-то уже собранного продуктового опыта На который вы могли посмотреть, например, на какие-то другие продукты И сказать, о, ребята сделали вот так, и я буду делать так же Потому что ни опыта такого нет, ни подтверждения того, что этот кейс был классный А что делать-то? Вот об этом сегодня поговорим Поговорим о том, откуда вообще брать гипотезы, если не из глубинных интервью Как оценить фичу, которую вы придумали, чтобы понять, повлияет ли она на ваш KPI или нет И как сформировать бэклог, который поможет вам достичь тех самых метрик продуктов Которые вы сами себе придумали, ну или, может быть, вам их поставили, всякое бывает Собственно, давайте теперь начнем уже говорить о том, ради чего мы сегодня собрались И о том, как вообще формировать бэклог от цели В первую очередь я хочу сказать, что мы отошли от практики глубинных интервью в Маруси И, в принципе, я и ранее в своем продуктовом опыте уже разочаровалась в этой теме для формирования бэклога И перешла к скорингу гипотез То есть фактически получается, что вы придумываете как раз из того космоса идею Она должна пройти скоринг, и если вы видите подтверждение такой проблемы, тогда она попадает к вам в бэклог То есть бэклог не является помойкой, в которую вы вкладываете все идеи, которые когда-нибудь о них вы подумаете Это рабочий инструмент, который вам позволяет достичь продуктовой цели А глубина интервью переходит уже на следующий этап, на способ подтверждения, что проблема эта в принципе существует И на тестирование X С чего начнем? Начнем с того, как мы будем выбирать эти гипотезы и откуда их брать В первую очередь у гипотез изначально должно быть количественное подтверждение Например, когда мы запускали Марусю в почте Первое, что мы сделали, это оценили, насколько функции почты реально востребованы нами с вами То есть аудиторией Российской Федерации И что мы узнали? Сейчас будет открытая статистика, это не какой-то NDA 57% населения России проверяет почтовую почту на Mail.ru каждый день Что мы можем сказать, исходя из этой информации? То, что этот кейс уже явно частотный Мы уже 100% знаем, что люди используют почту для того, чтобы решать свою проблему, проверять эту почту И у нас есть потенциально возможность перенести это в свой продукт и решить уже массовую проблему То есть проблему, которая может дернуть ваши целевые метрики Во-вторых, кейс должен быть частотным Вы можете решать даже очень серьезную проблему пользователя, но, к сожалению, если он решит свою проблему, а в следующий раз эта проблема у него появится через год, он просто не вспомнит про ваш продукт Вот такая история Поэтому прежде чем забирать гениальные идеи в свой бэклог и начинать их программировать и запускать в АБ, нужно задаться вопросом, как часто возникает такая проблема у пользователя И может оказаться, что она возникает раз в два года и, в общем-то, она явно не повысит вам никакие метрики продукта В DAO ваши люди не лягут и, в общем, все будет очень плохо И есть еще третий критерий, который актуален для как раз очень новых продуктов И звучит он, не надо умничать Все очень просто Надо делать так, как пользователь уже привык, как ему понятно И здесь я приведу такой контрпример из нашего продуктового опыта Мы как раз, когда запускали Марусю в почте Mail.ru, мы, естественно, как раз, как я уже говорила, начали делать скилл проверки почты Мы пошли в глубинное интервью, мы пообщались с пользователями И на волне вот этого вайба, какой же умный должен быть наш помощник, мы придумали гениальный алгоритм Нам-то казалось, что он абсолютно гениален И этот алгоритм читал не просто те письма, которые сейчас у вас есть в почтовом ящике А именно те письма, которые пользователь еще не видел Потому что наша основная гипотеза была в том, что помощник, он же суперумный Он же должен понять, что вы хотите читать, а не просто зачитывать все подряд Что произошло дальше? А дальше оказалось, что мы умничали И умничали мы настолько, что когда пользователь начинал использовать наш скилл в Маруси Он просто не понимал, чей почтовый ящик читают Он заходил в Mail.ru, смотрел, вот у меня 4 письма, читай помощник А помощник читал вообще не это Он читал какие-то письма, которые где-то там были И, в общем, оказалось, что это никому не надо А надо привычную EX Поэтому теперь мы очень просто решаем проблему А как надо делать? Надо делать так, как понятно Надо делать так, как пользователь уже привык делать Если пользователи спрашивают у вас, сколько у вас новых писем Надо зачитывать ему то же количество писем, которые на каунтере в его любимом приложении почта Mail.ru А не какое-то невероятное число, которое мы сами там себе посчитали И, собственно, что же мы теперь будем делать? Вот мы выбрали какие-то вот эти гипотезы Теперь нам нужно их отскорить и положить в тот самый великолепный бэклог, который нам позволяет достигать нашей продуктовой цели Но в первую очередь, прежде чем мы делаем этот бэклог, нам нужно определиться с этой целью И это как раз та часть, которую очень часто пропускают И начинают набирать бэклог, исходя из того, какой я замечательный, как классно я все придумал Так вот, первый пункт этой программы Нужно определить целевую метрику успеха, по которой вы будете мерить успех вашего продукта Вы можете назвать ее как угодно, она может быть любой, но она должна быть И самое важное, к слову, для Маруси такой целевой метрик является у нас ретеншн четвертой недели Мы продукт постоянного использования, мы считаем, что продукт должен сильно удерживать пользователя Поэтому считаем долгосрочный ретеншн Для ваших продуктов понятно, что он может быть совершенно другой И может быть вообще не ретеншн, что угодно, хоть ревень И самое важное здесь понять, что вам нужно уметь для каждой фичи в вашем продукте Оценивать, как эта фича влияет на вашу целевую метрику То есть, если мы говорим, опять же, про голосового помощника У нас есть некоторые функции, Маруси, скиллы И мы должны знать, как каждый скил влияет на общий ретеншн И только тогда мы сможем в итоге предсказать, как все другие скиллы будут влиять на общий ретеншн Казалось бы, просто, но часто это пропускают Второй частью мурализонского балета мы должны посчитать, сколько людей воспользуются нашей фичой Здесь мы можем считать DAO и MAO Мы лично считаем DAO, потому что наш продукт – продукт постоянного использования Если у вас потребность в вашем продукте возникает, например, раз в месяц, раз в несколько месяцев То вам в MAO прекрасно подойдет И, в общем-то, в DAO пересчитывать что-то не будет иметь никакого смысла Как мы это делаем? Мы можем использовать опросы в нашем продукте Мы можем использовать в принципе опросы Я сегодня покажу, как это делать на реальных примерах, не беспокойтесь Но наша основная задача здесь – подтвердить изначально, что люди уже решают проблему, которую вы собираетесь решить И это как раз прекрасный момент, когда нам нужно поговорить о количественных исследованиях, а не о исследованиях качественных Потому что если вы подтвердили, что есть проблема у одного человека, это не значит, что есть проблема у 10% вашей аудитории Это вообще как бы ничего не значит И после того, как мы определили с вами, сколько людей воспользуются нашей фичой Нам надо посчитать влияние на ключевую метрику То есть вот конкретно у этих людей, которых мы сейчас заэффектим фичой Насколько изменится целевая метрика Насколько мы можем ее дернуть и достигнуть как раз тех самых наших KPI И здесь очень важный момент Я в рамках своего подхода, который я сегодня рассказываю Предлагаю вам считать не инкрементальный рост метрики А рост метрики, как будто всех остальных вещей не существует Я здесь приведу пример Мы представим себе, что у вас уже есть продукт, в котором люди используют музыку ВКонтакте Это супер-ретеншн-история Музыка используется каждый день Нам всем она нравится Мы постоянно в нее возвращаемся И там конский ретеншн, огромный А теперь мы запускаем с вами чтение новостей Новости читают реже И может так произойти, что вся аудитория, которая будет читать новости Она уже покрыта вот этим большим ретеншн-скиллом То есть скиллом прослушивания музыки И получится, что инкрементальный рост метрики не произойдет Потому что тот ретеншн настолько большой Что что бы вы сейчас ни делали, вы его совершенно не дернете Он так и останется Но с точки зрения формирования бэклога вас это не должно интересовать Потому что это будет очень сложная математика У вас получается гипотеза на гипотезу Вы с одной стороны считаете, что люди вообще гипотетически будут слушать новости А с другой стороны вы еще и предполагаете какие Поэтому для того, чтобы быстро просто скорить бэклоги Лучше этого не делать Лучше просто считать, что ваша фича живет в вакууме А потом просто смотреть на АБ Насколько у вас дергаются метрики инкрементально Ну что, мы с вами посчитали аудиторию Мы с вами посчитали влияние на целевую метрику И теперь мы великолепны Можно сравнивать фичи по влиянию на нашу общую цель И вы скажете, что очень все здорово, спасибо, Галь Конечно, все очень понятно, но что делать конкретно совершенно непонятно И поэтому у меня есть три кейса Собственно, мы сегодня с вами посмотрим на расчет на основании существующей фичи Если у вас что-то похожее уже есть в продукте Вы собираетесь это дорабатывать Или собираетесь примерно такой же функционал запускать Но, например, на другую аудиторию Мы посмотрим с вами расчет анбордингов Это очень актуальная тема, если кто-то из вас занимается активацией пользователей Или как раз работает на возвращаемость И третий кейс – это кейс как раз для новой фичи Когда у вас нет никаких аналогов И вам нужно под открытой статистикой понять, насколько эта фича дернет в метрике продукта Я сегодня буду рассказывать примеры, естественно, из моего любимого голосового помощника Ну, понятно, какого Но на самом деле вы можете использовать такой же подход для своих фичей Просто у вас будут другие метрики В зависимости от того, какие метрики вы пытаетесь достичь И, соответственно, другая статистика, которую вы также сможете найти в интернете Ну что, поехали Первый кейс у нас будет довольно выдуманный Потому что у нас NDA Я не могу рассказывать про конкретные фичи, которые я собираюсь делать Но по примеру все будет понятно Мы в Марусе умеем отправлять смс То есть пользователь приходит в голосового помощника Говорит, отправь, пожалуйста, Юлечке смс Она предлагает Юлечек Ты выбираешь Юлечку И дальше сообщение разбирается нашим чудесным алгоритмом И отправляется уже в текстовом виде Теперь мы хотим интегрировать, например, мессенджеры WeChat Понятно, что WeChat для российской аудитории это не суперинтересно Это китайский мессенджер Но это выдуманный пример для того, чтобы просто продемонстрировать подход И у вас может быть такая же ситуация Если вы, например, уже на сайте имеете какой-то способ оплаты И вы добавляете следующий способ оплаты Вот он такой же, проблема та же решается Но теперь немножко по-другому То есть это если перекладывать на то, что, может быть, у вас в продуктах происходит Так вот, в первую очередь нам нужно с вами посчитать охват этой фичи Что мы будем делать? Мы будем отталкиваться от охвата фичи и написания смс Ну это довольно логично, да? У нас же похожий кейс Что мы знаем из открытых данных, которые вы можете нагуглить прямо сейчас? То, что россияне чаще всего выбирают мессенджер для того, чтобы переписываться 50% населения Российской Федерации выбирает И 13% пользуются у нас написанием смс И представим себе, что вичат на территории Российской Федерации имеет долю 87% Ну, будет вот так Таким образом, нам очень просто посчитать, какой дау будет у того скилла, который мы запускаем То есть у той фичи Мы берем с вами то, насколько аудитория выбирает больше мессенджера, чем смс Это примерно в 4 раза Умножаем на долю вичат И, собственно, вуаля, мы получаем, что ваша аудитория запускаемая фичи Будет в 3,8 раза больше, чем аудитория смс Охват посчитали, а теперь у меня, чтобы вы не устали Вопрос Теперь мы хотим с вами посчитать ретеншн Как вы думаете, люди, которые используют вичат Они чаще используют вичат, чем те люди, которые переписываются через смс Три секунды Просто думайте Что частотнее смс, вичат, одинаковые или мы не знаем? Мы не знаем Потому что, на самом деле, по той статистике, которую я вам рассказала Я ничего не сказала о том, что люди, которые выбирают вичат, в вичате отправляют сообщения чаще, чем люди, которые выбрали просто своим каналом смс И здесь это очень интересный инсайт, который, я надеюсь, что вы унесете с этого доклада То, что ваш личный опыт снова не роляет Вы должны честно смотреть на ту статистику, которая у вас есть И именно ее использовать для оценки фичей Потому что иначе ваш бэклог снова превратится в фантазии Так вот, мы не знаем, действительно, насколько частотнее люди, которые выбирают вичат, отправляют там сообщения, чем смс Соответственно, ретеншн у фичи будет такой же Собственно, что мы здесь узнали? Мы использовали метрики уже существующей фичи Это, мне кажется, довольно хороший вообще способ Потому что мы уже отталкивались от того, как наши пользователи в нашем продукте что-то делают То есть мы получили оценку уже точнее, чем с потолка Мы использовали данные опросов, а именно долю вичата и то, насколько чаще выбирают одно или другое И мы не поддались на искажение собственным опытом, что всегда приятно Второй кейс — это расчет анбординга Здесь я вам прямо нарисую картину, чтобы у вас в продукте должно было происходить, чтобы вам это было полезно Представьте себе, что у вас есть офигенные фичи, которые прекрасно удерживают аудиторию, дают вам просто миллиарды денег Но нужно миллиарды увеличивать, и вам хочется теперь большему количеству пользователей предложить эту функцию Для того, чтобы, соответственно, больше людей приносило вам миллиарды У нас миллиардов в Марусе нет Мы, как я уже сказала, голосовой помощник с основной метрикой ретеншн Поэтому здесь мы выбираем супер-ретеншн фичи А именно, я здесь предлагаю в рамках этого кейса показать в приложении Марусе, в нашем голосовом помощнике Какой-то анбординг, где рассказать о том, что у нас есть радиоподкасты И радиоподкасты слушаю часто, хороший таймспен, все замечательно А теперь нужно, чтобы больше людей узнало об этой фиче и начало бы ее использовать Что мы здесь можем сделать? Во-первых, мы изначально программируем наш анбординг таким образом, что мы уже знаем, кому мы его покажем Ну, очевидно, например, 100% людей Но это будет ошибка, посчитать, что охват этой фичи 100%, потому что вас интересуют именно те люди, которые воспользуются вашей фичой Потому что именно они увеличат метрику продукта, а не все люди, которые увидят вашу кнопку великолепную или, не знаю, пуш Поэтому для расчета этой аудитории вам понадобится конверсия в использование То есть вы берете, например, какие-то маркетинговые активности, которые вы проводили Если вы ничего такого в продукте не делали аналогичного Смотрите на CR пушей, писем Если у вас есть уже какие-то анбординги в вашем продукте, вы, соответственно, смотрите на конверсию в этот анбординг И вашей аудитории по фиче будет домножение одного на другое То есть вы смотрите, да, у людей, которым вы собираетесь показывать анбординг, и умножаете это на конверсию И так вы получили людей, которые действительно воспользуются одной из этих фичей И у меня для вас снова вопрос Я сказала, что в фиче несколько Да, у нас есть подкасты и радио, и у них, очевидно, разный ретеншн Если не очевидно, то я прям сразу говорю По условию у них разный ретеншн Теперь вопрос Как вы думаете, если мы будем считать ожидания в ретеншне по этой фиче Какой ретеншн нам нужно выбрать? Средний, больший, меньший или ретеншн в группу фичей? Вот я слышу меньший Ретеншн в группу фичей, хорошая история в этом плане Почему? Потому что вы предлагаете на самом деле два скилла И вам не принципиально, каким воспользуются Но поскольку вы предложили оба У вас есть вероятность, что пользователь воспользует сначала одним, а потом вторым И когда я говорю про ретеншн в группу фичей, я предлагаю вам еще один кейс Вам нужно учиться считать не только влияние одной фичи на вашу целевую метрику А еще и группы фичей И таким образом вы сможете в том числе проанализировать ваши конверсионные цепочки Потому что не обязательно одна конкретная фича определяет, пользуется вашим продуктом или нет Это может быть группа И когда мы говорим про ретеншн в группу фичей, мы говорим о том, что мы Допустим, пользователь воспользовался одной фичой Дальше, когда он начинает пользоваться второй фичей, мы также засчитываем эту ретеншн в группу И этот ретеншн выше, чем обеих фичей по отдельности Вот такая история И здесь, если подводить какие-то итоги, мы посчитали аудиторию только тех, кто реально воспользуется онбордингом Не сказали, что это 100% аудитория, и здесь мы большие молодцы И в том числе ввели метрики группы фичей, которые хочется, чтобы вы тоже, если будете использовать подход, в вашем продукте считали И третий кейс, кейс, в котором у меня не будет вопроса, можете расслабиться Это кейс, когда у нас нет ничего похожего в нашем продукте Представим себе, что мы вообще стартап, у нас вообще, в принципе, еще ничего нет, но нам нужно что-то понять На что мы можем повлиять и что мы можем достигнуть Здесь на слайде кейс, если бы мы запускали это в Маруси Вот у нас в Маруси нет никаких аудиокниг И мы считаем, что мы можем дернуть нашу аудиторию, если запустим чтение аудиокниг Что мы будем делать? Мы найдем открытую статистику из интернета Все вообще очень просто Порядка трети россиян в возрасте от 12 до 64 лет слушают аудиокниги Внезапно, правда? Но это вот факт Вот у нас в ЦИОМ говорит, что это так А теперь интересное Вот мы этих людей можем считать за МАУ Это много нечастотных пользователей Но, как я уже сказала, мы все пересчитываем в DAO, потому что у нас ежедневное использование И здесь нам понадобится метрика stickiness, то есть отношение DAO к МАУ И такую метрику можно взять в открытых источниках Когда вы получите презы, это будет чуть позже, чем сегодня Вот вы сможете перейти, видите, у меня здесь гиперссылка Посмотреть на отчет, в котором я это беру Это прям совершенно открытая статистика AppsFlyer И stickiness среднего приложения с прослушиванием аудиокниг в России 16% Таким образом, мы очень просто, если мы знаем отношение DAO к МАУ И знаем МАУ, можем посчитать нашу DAO Это будет просто домножение одного на другое Мы можем сказать, что вот в этом гипотетическом кейсе В Маруси около 5% пользователей только воспользуют бы этой фичой Хотя треть россиян слушает аудиокниги Но согласитесь, это гораздо меньше И поэтому расчет у вас получается гораздо точнее Про влияние на целевую метрику Здесь совершенно все аналогично Мы берем снова открытую статистику Мы знаем, сколько retention Мы же говорим с вами про retention Потому что у нас целевая метрика retention Мы знаем, что retention в четвертой неделе приложения с аудиокнигами в России Это всего 10% Не знаю, в полке он или нет, но как бы вот как есть И, соответственно, мы считаем, что ожидание по этой фичи – 10% В общем, здесь все очень просто И здесь хочется подчеркнуть, что мы приравняли с вами, в принципе, долю населения Вот этот большой опрос к МАУ И да, вы посчитали через Stikinos Мне кажется, это очень неплохой инсайт Который, в общем, я тоже не сразу к нему пришла Поэтому, в общем-то, дарю, пользуйтесь И мы также использовали с вами бенчмарки AppsFlyer Вот, бенчмарки AppsFlyer – классная штука, прям пробуйте и используйте Ну что, вы великолепны? Вот, и давайте поговорим о том, что у этого подхода есть минусы А минусы, на самом деле, есть всегда Ну, понятно, что мы все продукты, мы работаем с гипотезами Мы, на самом деле, до конца не понимаем, дернем ли мы метрику А можем не дернуть, и в конце концов это же была гипотеза Поэтому, ну, не расстраиваться же То есть сказать, что целевая метрика будет достигнута, естественно, нельзя Можно только предположить, и чем точнее вы считаете, тем лучше вы предполагаете, получится или нет Плюс мы изначально с вами сделали допущение, что мы берем не инкрементальный рост метрики А рост по конкретной аудитории Поэтому сказать, прям складывая импакты каждой фичи Сказать, что ваш KPI вырастет, вот, настолько Мы, конечно, тоже не можем, там будет пересечение аудитории Если кому-то хочется прям точно посчитать Конечно, можно прикинуть пересечение аудитории Но я уже говорила, что с этим есть большие проблемы, поэтому я, честно говоря, не рекомендую И есть еще очень большой риск сравнить не с той фичой Вот мы с вами сравнивали SMS с WeChat И почувствовали на себе, что есть всегда риск, что вы сравниваете ни то, ни с тем И понятно, что вы и фичи можете в продукте вашем выбирать не совсем правильно Плюс такой подход не подходит для оценки стратегических инициатив Если бы мы с вами сейчас запускали, например, ВК-комбо, мы бы не могли так идти Потому что этот подход подходит для фичей Для того, что вы делаете уже в рамках стратегической инициативы А если у вас там много департаментов будет работать Или вы вообще выходите на новый рынок, вряд ли это вам поможет Плюс, если вы выходите на качественно новую аудиторию Совершенно странно будет сравнивать метрики по старой аудитории Потому что вы вышли куда-то в новое место И вы уже не можете использовать опыт, который вы накопили в продукте Технические задачи, задачи базового качества и улучшения UX Тоже сюда не подходят Если вы видите, что у вас что-то некрасивенько Вам нужно поменять дизайн Если оказывается, что пользователь где-то путается посередине сценария Скорее всего, вы не сможете привести вот эти расчеты к тому Чтобы честно посчитать влияние на целевую метрику Ну, это факт Но есть, естественно, плюсы Основным плюсом здесь является то, что такой подход Суперэкономит время на поиск массовой гипотики Потому что вы изначально выбираете массовую гипотезу Как в Винни-Пухе Потому что нужно делать то, что нужно, а то, что не нужно, делать не нужно Во-вторых, мы используем данные о наших пользователях Таким образом, каждый раз, когда мы скорим фичу Мы все лучше и лучше начинаем скорить фичи Это положительная обратная связь Чем больше вы знаете о вашем продукте и о ваших пользователях Тем лучше вы можете предсказать, что будут делать ваши пользователи в вашем продукте Такой подход прекрасно подходит и ложится на разные методологии скоринга. Мы, например, в продукте очень любим RISE. То есть мы берем reach за тудную аудиторию, мы берем импакт, то, что мы посчитали с вами как влияние по фиче, у нас есть некоторая градация, насколько мы должны дернуть retention и какой импакт мы поставим от одного до пяти. Ну и вам остается, соответственно, поставить некоторый confidence, понятно, что он будет ниже для фичей, где вы не смотрели на вашу статистику, выше для фичей, где вы отталкивались от ваших метрик продукта. И он позволяет вам представить, насколько вы реально можете достигнуть KPI. Да, не точно, но может так произойти, что ни одна из ваших фичей, даже если вы все это сложите, не достигнет целевой метрики. И тогда у меня для вас плохие новости, нет, хотя у меня для вас хорошие новости. Вы делаете не то, вам нужно это забросить и пойти искать что-то новое. В общем-то тоже очень хороший результат, я считаю, такого скоринга. Когда это круто применять? Это очень круто применять в стартапах, когда вы вообще не понимаете, куда вы идете, и вам нужно тестировать большое количество гипотез. Плюс у меня сегодня все примеры были про retention, а мы с вами знаем, кто не знает, я расскажу, что одной из метрик, которая вообще оценивает product market fit, является как раз тот самый retention в полке. И такой подход прекрасно подходит для того, чтобы искать тот самый ваш product market fit, достигать его, передостигать, и в общем, чтобы ваши пользователи к вам возвращались. Если вам нужно достигнуть какую-то конкретную целевую метрику, понятно, что круто строить бэклоги от целевой метрики, и здесь он вам тоже поможет. И есть еще очень интересный кейс, если ваш продукт находится в стадии спада, если пользователи, у вас уже есть, например, какой-то большой юдропользователь, но они от вас уходят, теряя интерес, вы можете таким подходом очень хорошо найти новые точки, где вы будете вашу аудиторию ретейнить, и, соответственно, ее возвращать в ваш продукт. Для тех, кто решил, что это хорошая идея и хочет попробовать это у себя, давайте еще раз проговорим, что же нам нужно. В первую очередь нам нужно выбрать с вами целевую метрику, куда мы идем. Это довольно прозрачно, но, как я уже говорила, хорошо об этом помнить, когда вы делаете свой бэклог. Мы учимся понимать, как существующие фичи продукта влияют на эту целевую метрику. Дальше для каждой фичи в вашем бэклоге вы определяете аудиторию, на которую эта фича влияет, и то, насколько эта фича может дернуть целевую метрику. Дальше мы сравниваем с вами как раз те самые фичи из бэклога уже по тому, на какую аудиторию мы влияем и насколько эта фича хорошо влияет на эту аудиторию. И таким образом мы получаем с вами бэклог, который ведет нас к цели в кратчайшие сроки. А я вам желаю, чтобы вы достигали своих продуктовых целей, чтобы у вас были не бэклоги, а персик. И в целом меня все еще зовут Шаранкова Галина. Я продакт-лид в Маруси. И сейчас я буду ждать ваших вопросов. Спасибо. Ну что, ребята, давайте еще раз вас спрошу, как вам. Пятибалльная шкала — это супергромко. Спасибо, Галя, замечательный доклад. Я уверена, что у всех есть очень много вопросов. И я вам хочу сказать, что ваши вопросы будут даже не просто так. То есть мало того, что вы узнаете ответ, у вас еще и будет приз. Вот там вот есть три игрушки. И за лучший вопрос каждый из трех спикеров их отдаст. Там у нас сегодня представлены персик, сеня и диги. Вот кто-то из них может стать вашим. Я решила, что персик должен быть твоим. Готова ли ты его все-таки уже отдать? Да. Что ж, если ты готова его все-таки отдать, то тогда... Просто от сердца, ребят. Это правда был очень большой подарок для вас, вы не понимаете. Мы персика делили просто вот так вот. Нам не давали их, а мы говорили. Это для людей, которые придут нас слушать. Они очень важны нам. Поэтому мы будем рады услышать ваши вопросы. Сначала из-за... Здравствуйте. Я хотел бы уточнить, как вот вы именно дошли до вот этой гипотезы о том, что надо делать именно в почте этот голосовой помощник. Как вы вот скорили просто верхнюю уровню? И почему выбрали такую фичу? Ну, как я говорила, мы изначально выбираем наши фичи, исходя из того, насколько большая аудитория решает уже проблему. Поэтому если мы внедряемся в какой-то уже готовый продукт, у нас все очень просто. Мы просто берем основные фичи, которые есть в почте. Это что? Это чтение писем, ответы на письма, написание новых писем и так далее. Мы смотрим по ним аудиторию и ретеншн. И исходя из этого, мы уже изначально можем понять, какая гипотеза для нашего продукта будет лучше. Потому что чем больше пользователей пользуются какой-то фичой в продукте, куда мы едем, соответственно, тем гипотетически больше пользователей будут этим заниматься в Марусе. Но здесь есть еще некоторый сайт-эффект. Понятно, что если бы мы вышли только с таким набором, если бы мы предложили только фичи, которые есть в самой почте, то дополнительной ценности для продукта не существовало бы. То есть фактически мы бы сделали все то же самое, только по-другому. Поэтому мы добавили туда еще кор-фичи нашего ассистента, чтобы это был уже умный ассистент. Например, мы там показываем погоду, мы позволяем, опять же, читать новости и так далее. То есть есть некоторый набор фичей, которые супер-ретеншн и очень массовые в самой почте. И есть наши кор-фичи. Вот так смешать, но не взбалтывать, получается ассистент в почте. Привет. Хочу сказать спасибо за прессу. Мне очень понравилась структура и то, что в конце подвела итоги. Это прямо уложило в голове. А вопрос у меня про аудиторию, которая… Ну, там была гипотеза, делаем что-то новое. И про аудиокниги. И там посчитали то, что 10%. Вот мы число получили, что 10% влияния, насколько я поняла, будет. 10% ретеншн, да. Да, 10% на ретеншн. И скажи, что для тебя эта цифра? Это много, мало? В итоге стоит ли эти 10%, чтобы идти туда? Хороший вопрос. Вообще считается, что если мы запускаем что-то новое, если у нас ретеншн в полке больше 5%, мы считаем, что это окей. То есть это значит, что 5% пользователей, которые начали пользоваться продуктом, видят в нем ценность. Понятно, что чем больше, тем лучше. Но я бы здесь сказала, что здесь вопрос не много и мало, а на плато он или нет. А мы как прискоринге этой фичи этого не знаем. То есть тут очень простая арифметика. Если у тебя 10% пользователей задерживаются на четвертую неделю, а на пятую неделю их ноль, то мы промываем аудиторию продуктом. Все, нет. Ну вот. Да, конечно. Он начал как раз. Чтобы мы вообще прикинули, ну короче, много ли это или мало, это нормально. 10% это нормально. 3% это мало. Вот так. То есть я бы себе сделала отбивку 5%. Если у тебя что-то выше 5%, наверное, тебе имеет смысл туда идти, потому что это 5% твоей аудитории, которая задерживается в продукте. Все, получается, внутренне у тебя все равно, есть вот эта какая-то шкала, много или мало. Но она корректируется, понимаешь? Потому что чем дольше ты скоришь гипотезу, тем быстрее ты понимаешь, на самом деле, например, у тебя в продукте 5% это много. Или у тебя в продукте 5% это мало. Все это зависит от того, насколько частотный вообще кейс, который решает твой продукт. Потому что здесь мы смотрим абстрактную статистику, мы говорим, ну вот какие-то люди там 10% аудиокниги слушают. Но для твоего продукта это может быть, например, не корркейс, и там будет меньше. И ты понимаешь, что если здесь 10%, значит, это хорошо. А если твой продукт это продукт с аудиокнигами, то я бы вообще сказала, что 10% это маловато. Надо бы 20. Интересно было послушать ответ. Спасибо. Галя, спасибо большое за доклад. Классный. У меня вопрос следующий. Как вы в данной концепции применяете RISE оценку? То есть в твоих примерах, которые ты показывала, вы прямо в абсолютных числах по сути считаете и R, и I, грубо говоря, и reach, и impact. То есть некоторые это относительных цифрах считают, ну по баллам, допустим, от 10 до 1. Вы считаете в абсолютных, получается, как вот в примерах R, и I, а confidence у вас относительное число, да, там от 1 до 10? Сейчас расскажу, давай прям быстро расскажу. Значит, reach мы считаем в доле продукта от DAO. То есть вот у меня, если фича у нее 4,5% reach, то это и будет reach 4,5%. Impact, поскольку у нас вообще очень много продуктов, просто чтобы вы понимали, у нас 9 продуктов в продукте, мы все там работаем с разными метриками. А бэклог у нас один. Это прямо сейчас страшно будет звучать. То есть мы все-все-все наши фичи складываем в один бэклог и соревнуемся за разработку. И те, у кого все хорошо, им дают ресурсы, а те, у кого все плохо, остаются, в общем-то, думать про другие гипотезы. И у нас есть такая табличка, в которой мы приводим все показатели к цифрам от 1 до 5. То есть, например, дернет ретеншн на 2% пункта – это круто. А есть команды, которые работают, допустим, с увеличением DAO. И там уже идет в процентах, мы пересчитываем. Например, если эта фича дернет на 15% DAO какой-то площадки, то это, например, будет impact 3. Вот таким образом. Confidence у нас вообще очень простой. Это у нас 5, ну, то есть с единицы до 5. Единица – это мое ценное мнение. Да, значит, двойка – это, если есть у конкурентов, но мы понятия не имеем, как это зашло. Но просто мы видим, что рынок что-то куда-то идет, вот это будет двойка. Тройка – это ваш собственный ресерч. Четверка – это опыт аналогичного продукта. То есть мы уже запускали, мы на своих цифрах посчитали. А пятерка в природе почти не существует. Это раскатка АБТ-ст с доказанным результатом. Спасибо. Кейс-вопрос. Фича – напомнить, ответить на письмо. Как бы ты ее проскорила? Ну, если она не существует. Ну, здесь, в принципе, я бы пошла от чего. У нас есть некоторая аудитория людей, которые забывают письма. Мы как ее можем понять? Мы можем взять тех, кто вспоминает о письме через большое количество времени. То есть не те, кто вообще не читает это письмо, это значит, что оно им было не нужно. Мы берем, например, долю людей, которые читают письмо через неделю. Ну, там плюс-минус. Вот у нас получается то самое МАО. С ретеншином здесь, я бы сказала, довольно сложно. То есть мы можем пойти по двум путям. То есть в первую очередь мы можем проанализировать вообще, в принципе, частоту использования напоминаний, потому что это, в принципе, те же самые напоминания. А можем пойти в более сложную арифметику. Сейчас даже подумаю, в какую. Напомнить. Ну, можно опять же как раз взять вот тех самых ребят, которые читают письма через неделю после, посмотреть, как часто они это делают, и это перенести в ретеншин. Я бы, наверное, так сделала. Ну, они не столько читают, сколько забывают ответить. А, забывают ответить? Не забывают прочитать, забывают ответить. Ну, смотри, он прочитал в дороге письмо, ему надо ответить. Он не может в дороге это сделать и просит напомнить, когда он будет письмом. Тогда здесь другой кейс, я тебя неправильно услышала. Смотри, мы можем здесь отталкиваться с тасистики, сколько людей помещают письма важными, сколько людей перекидывают их в условно избранное, потому что обычно так... Ну, то есть как сейчас люди решают эту проблему? Они пытаются либо записать себе куда-то это письмо, ну, что, типа, мне надо ответить, но при этом ставят себе напоминание, либо они отмечают это в самой почте. Вот можно, если говорить про фичи почты, можно смотреть про отметки на важное. Вот, и так мы можем понять аудиторию, которая гипотически хочет ответить. А можем смотреть на избранное. И в том числе, кстати, еще пересыл к себе. Хороший кейс. То есть если пользователь сам себе переслал письмо, это значит, что он хочет помнить, что оно есть. И вот на основании этого можно будет посмотреть. А еще, кстати, можно я дополню? Я подумал о том кейсе, что есть люди, которым мы отвечаем вообще всегда. И то есть если мы прочитали их письмо, но не ответили, скорее всего, их можно засчитать всех, кому мы точно планировали ответить, если мы этого не сделали, мы забыли. Так что я думаю, если вам для вашего кейса это важно, может, это поможет. Спасибо. Галь, вам помогли, девочки. У нас по таймингу очень мало времени остается. А у нас еще столько вопросов. Да, я хотела предложить. У нас будет перерыв, и вы сможете Гале задать еще вопрос. Сейчас последний вопрос. Все так, друзья, на всякий случай, да, я проговорю, что у нас между всеми спикерами будет перерыв по 10 минут. Сходить попить кофе там, сходить заварить его в онлайне. В общем, наслаждайтесь этим временем. Даже если спикер говорил 40 минут вместо 30. Это правда. Спасибо, очень интересно. Мы благодарны за это. Вопрос по стратегии. Как появилась Маруся и вообще цель продукта? То есть была же стратегическая сессия. И вот взяли и придумали Марусю. Это же не единственный голосовой помощник в мире, и он, по сути, не особо уникальный. Ну в чем-то уникальность. Сейчас обидно было. Нет, я не специалист по уникальности голосовых помощников, но сама же идея, она с голосом по работе. Вот хочется понять, как вы это все придумали. Давайте начнем с того, что я когда пришла в Марусю, Маруся уже была. То есть не могу сказать, что я прям своими руками как-то делала какую-то стратегию Маруси прям в тот момент, когда мы решили ее сделать. Здесь, во-первых, есть тренд на голосовой технологии, и в целом это такой прыжок веры. Многие большие компании, ну вот вы можете сейчас вспомнить топ-5 больших компаний России, и у них у всех есть свой голосовой помощник, правда? Это уже такой более экосистемный продукт. И в целом Маруся, она для того, чтобы поддерживать экосистему. То есть это продукт, который должен каждый день помогать пользователю и возвращать его в экосистему ВК. Вот как-то так. Если там вопрос исчерпан, я еще немного задам. Давай ты будешь следующим, потому что сейчас просто есть хороший вопрос из онлайна, который, мне кажется, связан с этой темой. Он про то, как сильный голосовой помощник Маруся понимает ретеншн других продуктов ВК, и есть ли вообще взаимосвязь. Мне кажется, оно в жилу будет сейчас. Ребятушки, я не могу говорить про NDA, вы это прекрасно все понимаете. Я хочу сказать, что да, Маруся пользуется, у нас есть Core Hydro, которое пользуется ей постоянно, и мы несем дополнительную ценность для продуктов, в которые мы интегрируемся, и для нашего приложения, собственно, тоже. У нас есть своя аудитория. Но, к сожалению, рассказать прям конкретные цифры я не могу. Могу рассказать про красивый кейс. Вот мы, например, интегрировались в музыку ВКонтакте. Ой. Да. И там все в восторге. Все так. Еще есть вопрос. Инвестируете ли вы в документацию, чтобы вырастить метрики? И что вообще вы в команде думаете про внешнюю базу знаний? Внешнюю? Ну да, это когда вы ваш конфлюенс берете, вывешиваете вовне, видимо. Я это как-то так понимаю? Как вы это понимаете? Я это никак не понимаю пока. Извините, мы не поняли. Тебе сказали следующее, что тезис с отменой глубинных интервью слишком резкий, цитирую. И сложно сказать, что лучше брейншторм или критически собранные проблемы и идеи с интервью. Хочешь ли ты это прокомментировать? Совершенно точно сложно сказать. Тема вообще очень сложная. Это правда. Это правда. Да, мы на этом, я думаю, решим все-таки растата с персиком. Ты хочешь потрогать его в последний раз? Да. Можно? Это будет вариант ДНК-автографа для вас. Давай. Извини, вопрос твой. Давай. Мы дадим ему? Да, конечно. Конечно, мы дадим тебе возможность. Только говори в микрофон, просим тебя. Подождите, без микрофона не говорим. Нас онлайн не слышит. Супер, постараюсь. Спасибо за возможность, во-первых. Я очень хотел задать вопрос. Возможно, он не конкретно по теме презентации, но у меня эта мысль пришла, когда я слушаю, поэтому будем считать, что по теме. Вот смотрите, лучше всего взять на конкретном примере, вот с Марусей. У вас есть пользователи, которые являются непосредственно покупателями умной колонки, то есть которые заплатили деньги, и это как один такой условный сегмент, который можем выделить. И пользователи, которые, назовем их неплатящие условно, которые пользуются Марусей как голосовым помощником из каких-то сторонних мест. Когда вот мы считаем влияние какой-то конкретной фичи, мы учитываем, как она повлияет на платящих, которые нам платят или уже заплатили, и на неплатящих. И в случае, если мы это делаем и получаем разные цифры, как мы их между собой мэтчим, чтобы понять и оценить. Чтобы понять, да, вот как вы это делаете, если вы это делаете. Мы вот прям так, как ты сказала, не делаем, потому что для нас каждый пользователь Маруси ценен, но, как я уже сказала, у нас есть разный продукт, который работает на разные метрики. И если скорит фичу продат, который продает колонку и должен принести больше ревеню с колонки, у него вот влияние ляжет в импакт. Потому что его как раз метрик, который он пытается достичь, это ревеню с колонок. То есть у него тоже будет рич, но это будет рич только по пользователям колонок. И увеличение денег с этих людей тоже будет из этой гипотезы, но уже в импакте. Надеюсь, я понятно сказала. Микрофон. Тайминг. Этот вопрос после... Да, во время перерыва. Мы сделаем это впервые. Галя, нам нужно выбирать. Спасибо, вы готовы узнать, кому уходит персик? Да, мне вот очень понравился вопрос у девушки, какой ретанш большой, а какой маленький. А я знала. Ручу.